23 января я поехал на велопрогулку в центр петербурга и мой маршрут пролегал где-то вот от дворцового моста самое всякое интересное я проехал дальше к исаакиевскому собору в общем прогуливался по всему центру видел много людей много полиции приблизительно часов 5 я оказался на площади восстания где увидел как приехала много полиции омона разогнали всех и освободили стал и проезжую часть я проехал чуть дальше до улицы гончарные и стал наблюдать дальше что будет медленно ехал вдоль вокзала по проезжей части по 6 тротуары заняты людьми я на велосипеде мне как бы неудобно там ездить и вроде как я не должен никаких кричалок не кричал никак не провоцировал но в какой-то момент вот стоял пассажирский автобус пустой а за ним стояла какое-то количество омона и они все побежали в мою сторону и тут я почувствовал вот удар какой-то по заднему колесу очень сильный и тут меня просто валили на землю начали избивать то есть никаких требований не предъявляли конечно никто не представился человека 34 их было точно дубинками ногами ну и стали всячески угрожать запихали меня в этот самый пассажирский автобус вместе с велосипедом ну и нагрузили еще кучу людей туда ну в автобусе также меня продолжили бить и всячески угрожали как бы дальнейшие расправы и как-то ну оскорбляли меня пытались меня унизить несколько сотрудников через какое-то время вот я смог включить телефон и меня не конечно никто ничего не забирал просто меня вот дубинками и ногами запихали дальний конец автобуса я позвонил 112 описал ситуацию мне спросили нужна ли скорая я сказал что нужно то есть до этого не полицейские никак не реагировали на то что мне больно и может быть мне нужен врач и соответственно я просил попить мне тоже не давали и вообще со всеми задержанными обращать достаточно грубо там кому-то приснули баллончиком в лицо сотрудники ну и вели себя очень фамильярные по-хамски как бы конечно и очень угрожающе ну наверное страшнее всего было в тот самый первый момент когда я почувствовал удар по колесу потому что это было прежде всего неожиданно и ну вот в тот момент когда я уже понял что меня бьют и что это действительно происходит на самом деле что это не кино потому что пару секунд есть некого такого шокового состояния замешательства но когда ты лежишь на земле и видишь как люди с дубинками в касках в каких-то вот на плечниках каких-то доспехах как бы тебя молотит руками ногами как бы дубинками несколько человек не отвечает ничего на твои как бы вопросы и просьбы тебе не бить то да это страшно и потом стало немножко даже не знаю страх перешел в презрение когда я понял что они общаются так со всеми что в целом это их методы работы и через какое-то время приехала карета выяснили что именно вот я вызывал меня выпустили к ним я кое-как смог забрать велосипед из этого автобуса пристегнуть его там к столбу и поехал на скорой помощи в больницу медики зафиксировали у меня ушибы руки ног в разных местах головы немножко спины мне делали рентген оказалось что кости не сломаны мне делали компьютерную томографию слава бога стрессения нет чему я очень доволен и очень рад но чувствую себя конечно не то чтобы прям хорошо рука до сих пор болит это мешает мне немножко играть ну это основная моя деятельность мешает так сказать зарабатывать но вот я держусь мне прописали обезболивающее но вот колесо не прокручивается до конца застревает при том что полностью расслаблено все полностью погнуть колесо ну и переднее тоже в целом совершенно неприемлемое конечно мне хотелось бы добиться справедливости вопросе и наверное это принципиально позиции до 23 числа я не имел какой-то четкой позиции политической или относительно представителей власти то есть моя позиция была но всегда немножко двузначные размытая потому что ну вот всегда человеческий фактор то сейчас конечно позиция однозначно и хочется чтобы справедливость саджествовала чтобы не работали ни в каких силовых ведомствах подобные люди с таким подходом к работе и чтобы произошла наконец-то какая-то реформа может быть чтобы прекратилась палочная система чтобы можно было безопасно ходить по улицам своей страны ездить на велосипеде и как бы не бояться никого с погонами